Приветствую вас, вопрос, конечно, у нас довольно интересный, я бы сказал, что не совсем понятно, кому вы его адресуете, психологам или юристам, вот, если психологам, то маловато вы предоставили информации, вот, если юристам, то для юристов, мне кажется, тоже мало информации, вот, но вы спрашиваете о том, значит, есть ли техники и гимнастические способы, чтобы помочь семье не потерять кормильца, и здесь я бы хотел сказать вам о том, что да, техники, безусловно, есть, вот только без желания человека их выполнять, без желания человека им следовать, реализовать их практически невозможно, потому что нужно все-таки учать этого человека, а то получается, что, знаете, ну, человеку нас сильно придется держать, да, он, вот он не хочет, а мы его заставляем, там, поддаваться гипнозу. Кроме того, чувствительность гипноза у всех разная, это тоже не нужно забывать, вот, понимаете, поэтому с этой точки зрения, я думаю, вопрос рассматривать, к сожалению, нельзя. То есть, если гипноз не можно использовать, то именно в этом случае, мне кажется, это будет наименее эффективно, вот. Вы предоставили довольно мало информации о себе, ну, например, вы говорите, что муж попадал на развод и не заделит ребенка уже год. Ну, например, вы можете от развода отказаться, то есть, вы можете запросить в суд время на то, чтобы примириться за своим мужем. У вас будет три месяца, ну, по-моему, три месяца, у меня первое образование юридическое, вот, раньше было три месяца, как сейчас, не знаю, но срок какой-то есть, три месяца для того, чтобы с мужем примириться. И вот за эти три месяца вам нужно, или даже за месяц вам нужно понять, почему муж попал в зависимость от отставного полицейского. Кстати, вот, как это вообще возможно? То есть, ваш муж попал в зависимость от отставного полицейского. Зависимость отличается вообще в чем? Надо в первую очередь подумать. Чего муж не получал до зависимости от отставного полицейского, что он начал получать? После того, как он в эту зависимость впал, и, собственно говоря, эти моменты все нужно, как следует, вам для себя хотя бы проработать. Потому что без понимания данных аспектов, без адекватной оценки того, что происходит, нельзя вам никак помочь, как вы хотите. Опять же, с точки зрения психологии, вот, значит, понятно, что ваш муж хочет отдать все имущество ему, но это скорее продиктовано тем, что человек ведется без себя, как любой, находящийся в зависимости. И нужно понимать, что если вы избавите его от этой зависимости, то, собственно говоря, он не замочит уже отдавать имущество. Но момент здесь непонятный, как муж общается с вами, общается ли вообще, и если нет, если вы не общаетесь, если у вас нет никаких контактов с ним, то здесь я рекомендую вам последовать тому, что написал эксперт Лидия и обратиться к адвокатам, потому что только адвокаты способны вас защитить, ну и дать вам все то, что вам положено по закону. Ну, а что делать, если другого выбора не остается, вот. Значит, можем ли мы вам помочь? Спрашиваете вы. Помочь вам можно, только вот лично я пока не очень представляю, в чем именно вам можно помочь. На мой взгляд, помощь психолога в том контексте, в каком вы написали, может заключаться в корректировке вашего поведения по отношению к мужу и установлению с ним хотя бы первичного контакта для, ну, для дружеского, партнерского общения, хотя бы просто как вот, ну, бывшие знакомые, если не ради ребенка, то хотя бы просто так. И формирование у вас грамотного поведения по отношению к нему, к вашему мужу, с тем, чтобы вы увидели его основную проблему. То есть не нужно с ним сейчас конфликтовать, не нужно с ним сейчас как-то открыто выраздовать. Не нужно его ни в чем обвинять, а напротив, постарайтесь отнестись к нему с пониманием. Постарайтесь увидеть, что вашим мужем двигает, чтобы он вам рассказал. Добейтесь от него того, чтобы он рассказал вам о том, какой хороший этот человек, основной полицейский. И что он, по вашему мнению, делает для... то есть что он, по мнению мужа, делает для него. Вам нужно понять вот это, именно со слов мужа, именно чтобы он вам доверял. И тогда у вас появится реальный шанс избавить мужчину от зависимости. Только если вы сами установите с ним контакт. И вот в этом мы можем вам помочь, как психологи. Гипноз в любом случае невозможен, если человек не хочет, и если человек находится далеко. То есть не непосредственно перед гипнотизером. Как вариант, можно предложить вам еще обратиться к эзотерикам, чтобы они что-то постарались сделать с вашим мужем дистанционно. Ну, это уже на ваше усмотрение. Это уже на ваш выбор. Есть достаточно сильные эзотерики, которые могут, мне кажется, вам как-то помочь. Но другое дело, примите ли вы их помощь, заходите ли вы их, там, платить, например, деньги за их помощь или нет, это уже вам решат. Если вы хотите захоронить семью, и если вы не хотите терять кормиться, то все средства хороши. Но, хотел бы обратить ваше внимание вот на что. Вы говорите, помочь, значит, помочь семье не потерять кормиться. То есть вы не говорите о том, например, что это ваш любимый мужчина, и что вы его теряете. И, собственно, ну, что просто любимый человек уходит. Вы не говорите о том, что ребенку нужен, там, отец, что ребенок теряет отца, хотя он его и не теряет. Вы не говорите о том, что мужчина сам себе делает плохо, этого всего вы не говорите. Вы не говорите о том, что семья может потерять кормиться. То есть это вот по тексту, я понимаю, что, может быть, вы имели в виду совсем другое, но по тексту получается так, что вы довольно потребительски относитесь к своему мужу. И вполне вероятно, что отставной полицейский дает ему именно то, чего не давали ему вы. Вот нужно подумать на эту тему еще. Заметьте, я вас сейчас не обвиняю, я говорю о том, что муж не просто так оказался зависимым от человека. Эта зависимость всегда обусловлена потребностями. И эти потребности, к сожалению, вы не удовлетворяете. И если вы хотите все вернуть, нужно осознать, какие у вашего мужа потребности. И, скорее всего, изменить свое отношение к ним. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.